Концерт за концертом и выступление, я, признаться, уже немного устал, но когда выходишь на сцену, тут все, конечно, исчезает. То есть ты погружаешься сразу в свою рабочую... Вас вдохновляет горловчане на творчество? Возможно, написание каких-то песен, посвященных Донбассу? Пока не знаю. Я... Ну, как вам объяснить? Это очень сложный вопрос, что такое вдохновение. Поэтому меня вдохновляет вообще сам факт своего существования. То есть вы, что значит, горловчане. Вы что, не люди? Все люди. Я человек тоже. Вон везде люди. Вы же... Вы меня знаете, что... Пожалуй, я с вами соглашусь в вот чем. Я считаю, что вы действительно люди, которые живете в очень тяжелых психологически и морально условиях. То есть это... Это всегда вдохновляет. Если есть какая-то русская душа в этом всем. Что мы все-таки любим правду и мы любим какую-то справедливость. То есть то, что происходит и происходило, это преступно, несправедливо по отношению к людям, здесь живущим. А если у вас в планах... Если это происходило в Ясиноватой или в Донецке, или еще где-то, это совершенно одинаково. То есть в Горловке это происходит или еще в каком-то другом месте. Абсолютно безразлично. Если кто-то притесняет кого-то, вот вам уже и все. А поскольку все-таки, ну, это мне ближе, естественно, чем, допустим, у тебя не было там. Наверняка такие же безобразия происходят и в Сирии. Я вот еще хотел в Сирию сесть. Но у меня до сих пор украинский паспорт. А туда службы безопасности с таким документом не пускают. А на Украине вы планируете концерты? Конечно. Обязательно. Не боитесь туда ехать? Как только, как только там власть будет наша, так сразу я там буду. Что значит, боюсь ехать? Я не могу туда ехать просто. Зачем? То есть зачем мне садиться в подвал СБУ? Ну скажите мне. Ну какому человеку это нужно? Так был бы смысл еще, я не понимаю. Есть ли у вас в планах создание клипа о событиях на Донбассе? Ну это все, кому не лень делают, в принципе. Дело не в этом. Дело не в этом совсем. Дело в том, что нужна песня. И песня я не могу, не умею писать песни, отзеркаливая события. Я их предчувствую. У меня песни, которые касались войны, написаны в мирное время за 10-12 лет до того, как. Пользуясь моментом, что бы вы хотели пожелать донбассам? Ну что я хотел бы пожелать? Самое главное, не терять веру, терпение. И, как говорится иногда, как это в Библии написано, что терпение зачастую даже важнее смелости. То есть в данном случае смелость и крепость Духа, она крайне важна. Это я даже не то, что хотел бы пожелать, я бы хотел попросить об этом. То есть не терять веру. Я понимаю, что все натерпелись. Я понимаю, что натерпелись. У нас басист, бас-гитарист наш, он живет в Евсиноватой. Сейчас они там с барабанчиком приехали, у них там всю ночь над ними летало, они сидели там то в погребе, то, так сказать, где-то на кухне. Они отмечали это событие. И я все это понимаю. И хочется, чтобы война скорее закончилась. Но придется выставить. Придется выставить, потому что иначе тогда все это было зря. Как же не может быть, чтобы вот этот порыв народа и эта вера, она просто растворилась. Ее нужно держать внутри себя. Это как вера в Бога, это как вера во все. То есть даже вера в Бога требует ежедневных усилий до самой смерти. Поэтому я просто прошу терпения. И очень вместе с вами надеюсь на то, что как можно скорее это все приведет к миру. И здесь все будет хорошо. А как будет на Украине, это уже их дело. Я, честно говоря, даже не совсем понимаю, что там вообще происходит. Для меня это сущий дурдом. И новости из сумасшедшего дома. И я даже не пытаюсь это анализировать. Я еще в декабре 2013 года, через 10 дней после начала переворота, 10-12 дней, я писал об этом. Вы можете это в фейсбуке найти. У меня есть обращение к соотечественникам. Там написано, что дальше начнется дискотека. Я это написал. Ну я писал, но тогда еще был юмор. Я, честно говоря, не знал, что начнется гражданская война. Не знал. Но то, что начнется страшный хаос и что-то очень нехорошее, я уже понимал сразу. Ну, понятное дело. Хочется, что можно сказать. Горловщанам и всем жителям Новороссии и Донбасса я желаю терпения. А всем жителям Украины ума.